Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня говорим о спорте. За самбо, так называется, федеральный проект, федеральный проект, часть которого также представлен в городском округе Люберцы, координатор этого проекта и, прежде всего, председатель федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Кудюхудяков находится здесь у нас в студии уже не первый раз. Виктор, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, теперь, я смотрю, развернулись слова «федеральный проект» на федеральном уровне. То есть вы являетесь частью чего-то такого большого. Кто придумал название «За самбо»? Инициатива «Единой России» политической партии. В частности, это родилось на донбасской земле идея такого проекта. Идея заключается в том, чтобы средствами нашего национального вида спорта обеспечивать не только физическое развитие наших детей, нашего подрастающего поколения, но и определенным образом воспитывать в них патриотизм, гражданственность и учить навыкам защиты, а не нападения. Ну да, так сказать, предлевать тяготы и сложности решения. Потому что это же мы всегда говорим, что и любое единоборство – это все-таки еще и философия, да, определенная? Безусловно. И в этом смысле самбо, как наш национальный вида спорта, который родился на нашей земле, который культивируется прежде всего у нас здесь. Единственный международный вид спорта, который подразумевает проведение мероприятий на русском языке, любых международных мероприятий. То есть это наша визитная карточка. Русскоязычный вид спорта. Да, можно сказать, вид такой экспансии международный. Который знают далеко за пределами. Это уже бренд, да, поэтому... Ну вот я хотел бы спросить, вы сказали, что это касается именно как бы детско-юношески, да, молодежный проект, правильно? Да, прежде всего, ну на самом деле проект, он сам по себе охватывает очень большое количество разных моментов, но основной среди них все-таки это подпроекты. Теперь бывший проект, сейчас подпроект стал, это самбо в школу. Дальше есть такие проекты, как самбо-вузы, как мой первый разряд там и так далее. Много-много-много таких моментов, которые затрагивают именно, прежде всего, конечно, детско-юношеский спорт и популяризацию развития нашего вида спорта. Вот тут рискнул задать провокационный вопрос, не означает ли это, везде будет самбо, и уже нигде не будет ни дзюдо, ни тхэквондо, или все это будет развиваться на... То есть, ну если, например, человек ходил на сам, потом захотел перейти во что-то другое, или наоборот, от кого-то перешел. Ну, вы же понимаете, что мы не противопоставляем себя никогда никому. Вопрос в другом, что все-таки сейчас мировые реалии спортивные такие, что не мы отказались. Надо посмотреть на свое. Не мы отказались от дзюдо, не мы отказались от Олимпиады, и не мы разворачиваемся, скажем так, спиной к мировому спортивному сообществу. К сожалению, ситуация обратная. И мне кажется, что в этом смысле, вот с учетом тех реалий, которые существуют на международной спортивной арене, конечно, роль самбо, она как-то будет меняться, будет на него больше акцент. Я не вижу ничего плохого в этом, потому что, наверное, действительно пора бы было бы обратить внимание на то, что у нас есть свое. Не пытаться завозить отовсюду все, что угодно, причем достаточно низкого качества. Для чего, если у нас есть свое? Мне кажется, что все равно имеет право существовать разное. Я бы не назвал дзюдо плохое качество или фондо плохое качество, потому что Федерация Российская тоже есть. Ничего против не можем иметь. Вот вы говорите о дзюдо, например, но мы же понимаем, что в Советском Союзе, например, с 50-х по середину 70-х годов самбо и дзюдо можно было между ними поставить знак «равно». То есть все наши олимпийские команды того времени – это кто? Это самбисты, которые передели в кимоно? Я считаю, что, наверное, развитие должны иметь все направления. Другое дело, что самбу желательно теперь узнать больше, лучше и понять именно, как оно появилось, потому что действительно, ну, есть, скажем, русский хоккей, да, есть, ну, не очень хороший, скажем, на мой взгляд, российский футбол, который все никак, хотя это и не наш вид спорта, но, например, есть фигурное катание, да, есть художественная гимнастика. То есть есть много видов спорта, которые, собственно, не являются ни нами придуманы, но мы там просто мастера. Другое дело, какие-то параллельно возникали. А вот самба в чистом виде, он абсолютно самобытный. Абсолютно так, я с вами согласен полностью. И более того, наша задача вот именно спортивного сообщества, в том числе и самбистского сообщества, не конкурировать между собой, какой вид спорта лучше, а как можно больше детей вовлекать в занятия спортом. Чтобы, мне, например, вот не так важно, чем заниматься будет ребенок, важно, чтобы он реализовывался, чтобы он развивался, да. То есть спорт здесь должен быть способом развития. Ну, конечно, безусловно. И если у меня, например, как у тренера возникает ситуация, когда ребенок хочет сменить вид деятельности, и приходит и говорит, например, я хочу бросить, я всегда задаю вопрос, а чем ты планируешь заняться? Да, что-то нашел, может быть? Если он мне говорит, ну, вы знаете, я вот просто там решил заняться, и начинаются какие-то абстрактные вещи, тогда я против. Я пытаюсь его удержать. Но если ребенок идет целенаправленно туда, куда он хочет, я даже помогу, были случаи, когда я помогал найти хорошего тренера. У нас хороший пример есть с мотокроссом. Мальчишка до 10 класса тренировался, тяжело ему давалось. Потом он в 10 классе пришел и сказал, хочу мы на мотокросс. Мы нашли ему тренера, отправили на мотокросс, и оттуда получили массу положительных отзывов, какой он координированный, какой он хорошо подготовленный физически, да спасибо вам. И у него там получилось. По-моему, когда мы с вами говорили, что очень важно, тем более третьему наставнику, а у нас сейчас еще год наставника, педагога и наставника продолжаются в Российской Федерации, вот очень важно помочь ребенку с выбором, потому что он может хотеть, но не его, да, подсказать, может быть, что другое. Либо наоборот, явно ваш, так сказать, борец, ваша история, а он этого не понимает. То есть потихоньку ввести в это его дело, чтобы ему потом показалось, чтобы он сам. Ну, это такие педагогические тонкости. Но вот здесь, конечно же, прежде всего, наверное, роль играют соревнования, сам подход, сама система тренировок. И вот давайте поговорим сейчас об этом. Чем живет федерация наша, Ливерец? Сначала небольшая ремарка по поводу того, что самое главное. Самое главное, мне кажется, это действительно тренер, наставник, вы правильно сказали. Самое главное – это любовь к своим спортсменам, к своим детям, к своему делу. Как в любом, в любом профессии. Если я люблю то, что делаю, люблю своих детей, то разве я могу им пожелать что-то плохое? Ну, естественно. То, что им не подходит в жизни. Поэтому, на мой взгляд, это самое важное. И мы, честно говоря, вся федерация вообще самбо, городского круголюберца, она выстроена вокруг основного элемента. Системообразующим элементом здесь является тренер. Вот тренер, наставник, человек, который должен быть наделен определенными качествами, определенным уровнем понимания нашего вида спорта. И самое главное, он должен быть достойным примером. Например, я не представляю себе в нашем коллективе человека, который мы не могли бы поставить в пример нашим детям. Поэтому я с удовольствием всегда приглашаю своих коллег. Да, они общаются с моими детьми. Я с удовольствием общаюсь с учениками из других групп. Это этот обмен опытом. И примеры, живой пример вот такого наставника, пусть даже не всегда личного тренера, он всегда на первом месте. И результаты соответствующие. Ну, мы поговорим еще, конечно же, о тех, кто работает, о наставниках и о спортсменах. Но сейчас поговорим, самое главное, что в спорте-то, это же результаты. То есть где участвуем, чего сейчас проводится. Вы сами сказали, что в связи с определенными, ну, скажем так, ограничениями, да, или со сменой схемы спортивной, соревнования уменьшились, увеличились, или стали какие-то другие направления появляться? Ну, вот плюс самбо в чем, что не уменьшилось. А увеличилось? Ну, увеличилось, не знаю, как-то статистику не подводили. Вот одни из последних выходных у нас, за два дня мы приняли участие в девяти мероприятиях. Как это вы успели? Прямо как на новогоднем корпоративе артист? У нас 12 тренеров, соответственно, делегируем, распределяем себя, кто-то туда едет, кто-то сюда. И там совершенно огромное количество детей принимает участие, огромное количество тренеров, судей. То есть каждое мероприятие, оно по-своему веское. И здесь, конечно, мы не можем обойтись без поддержки спорткомитета управления образованием. То есть мы тут, большая связка такая, людей, которые все вместе работают. Вот простой пример этих выходных, когда там мы, действительно, весь город нам помогал. Вот я могу сказать, что, например, вот такой пример в качестве, в качестве примера. В Кашир у нас есть большая команда. Управление образованием дает нам автобус. На втором автобусе, второй автобус дают для болельщиков. У нас болельщики... У нас для болельщиков автобус есть? Вот так отнеслись, да, то есть как бы... И причем инициатива была со стороны управления, мы, конечно, поддержали. И будем поддерживать такие начинания. Потому что важно ведь не только те дети, которые поборолись на этих соревнованиях. Важны и те, кто увидел. Увидят, конечно. Кто посмотрел, пощупал. А, вот я тоже так хочу, я хотел бы. Это же такая реклама, как ни скажешь, приятная социальная реклама. Можно так сказать. Можно всякое показывать, да. Ребенок же много испечинает. Совершенно верно. Как хорошее, а так, к сожалению, и не очень. А в данном случае, еще когда видно, что вот такой же, как ты, да, может быть, даже по образу, что называется, подобию, да, по... И вот он уже спортсмен, а я сижу сижу. Да, твой одноклассник, твой товарищ. Да, а я сижу сижу, надо тоже заниматься. Совершенно верно. И, как правило, вот даже в тренерской работе очень часто бывает такое, что спортсмен является проводником идеи тренера. То есть вот стоит одного научить, и смотришь, это как вирус такой. Да, да, да. Приятный, хороший вирус, который начинает распространяться на всю группу. Иногда бывает самый сложный момент – научить там одного-двух. А потом он научил, а он самокрой расходил по этому залу. Поэтому здесь такая же история в коллектив детский юридический. Он всегда по этим правилам живет. Мы еще раз вернемся к результатам во второй части. И сейчас все-таки давайте вернемся к вот этому человеческому фактору. Я вижу, что он и вас не то что беспокоит, а вы прекрасно о нем понимаете. Ну и родители всегда, они же переживают тоже, кто будет наставником, кто тренер и так далее. И на мой взгляд, когда ребенок начинает уже мыслить как тренер, а мы воспринимаем под тренером порядочного человека, то, мне кажется, для семьи это просто праздник, потому что он по-другому себя ведет. Вот так начинается та же философия. Вот скажите, ведь со взрослым человеком, в принципе, можно договориться на каких-то условиях, я с ней деньги имею в виду, но можно договориться. А вот с таким, вот ребенок, когда он еще такой максималист, когда ему не получается и так далее, мы начинаем отказаться, может, тренер что-то не так делает. Ну, начинаются какие-то волнения и поиски. Вот какова здесь тренерская работа, чтобы направить на путь истинный спортсмена? Ну, вы знаете, я часто говорю на родительских собраниях, особенно на первых собраниях, когда мы только-только собираемся, встречаемся, первый раз знакомимся, я говорю, вот вы знаете, мы с вами будем работать в одной команде. И до определенного момента вы даже не поймете, насколько вам хорошо и комфортно будет от того, что у вас будет такой помощник в лице тренера. Потому что потом наступает момент сомнений, момент подросткового возраста, не будем забывать про этот период, когда начинаются проблемы с родителями. И вы знаете, я не раз и не два сталкивался с тем, что родители звонят и говорят, вы знаете, вот нам больше некому обратиться, на него больше влияния никто не имеет. Он никого вообще больше не слушает. И тренер – это еще один ресурс, еще одна возможность для того, чтобы благотворное влияние оказать на этого ребенка. Сейчас сделаю небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим говорить о самбо. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях председатель федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков, он же координатор федерального проекта «За самбо» в городском округе Люберцы. На федеральном уровне сейчас самбо. Но, в общем-то, самбо никогда и не было, что называется, где-то там на задворках. Самбо всегда заявлял о себе громко, еще, я помню, советских времен. Поэтому мы просто немножечко улучшаем эту ситуацию, чтобы еще больше привлечь внимание детей. Вот о соревнованиях. Я так понимаю, что их вы сказали много, они разные, разноуровневые, разновозрастные. Как это все происходит, что завоевали в последнее время? Люберцы. Ну, вы знаете, во-первых, в Люберцах, наконец-то, мы вышли в этом году на международный уровень, на серьезный международный уровень. Во-первых, на Кубке президента Республики Беларусь в городе Минск мы триумфально выступили, полный комплект медалей завоевали. Чем вы уже поздравляли? Значит, у нас Иван Захаров, бронзовая медаль, весовая категория до 71 килограмма среди мужчин. Алексей Курначенков, весовая категория до 88 килограммов серебро. И золото, Бокотин Илья, 58 килограмм боевой раздел самбо. То есть мы прям золото, серебро и бронзу привезли из Минска, и это был хороший такой успех. После этого успех мы развили. Я именно говорю, что развили, потому что так называемый международный турнир приз с основоположником самбо, он по сути является Кубком мира. То есть сейчас в связи с международными некоторыми ограничениями немножко название поменяли, но суть от этого не изменилась. Как он был Кубком мира раньше, так он по сути своей остался Кубком мира. Ну, немножко с другой вывеской. Но в числе четырех человек, представляющих сборную России на этих соревнованиях, был наш Иван Захаров, весовая категория до 71 килограмма, бронзовый призер Кубка России. И он выступил достаточно удачно. Конечно, как тренер я вам признаюсь, что мы хотели чуть-чуть больше. Ну, понятно, да. Но бронза этого турнира и такой международный статус, который уже подтвердил свой уровень на этом, То есть уже может даже по-другому ходить немножко. Нет, по-другому ходить мы пока никому не позволяем. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время это уже хорошая заявка на то, чтобы стать мастером спорта международного класса. Более того, если бы полуфинал, там одна ошибка, просто маленькая помарка, даже не ошибка. Просто полуслучайность. Она лишила нас этого звания. То есть финал – это уже мастер спорта международного класса. Ну, что делать? Спорт есть спорт. Спорт есть спорт, и путь есть путь. Такой, значит, путь у Ивана. И мы, конечно, пожелаем ему добиться своей цели. Он работает в этом направлении. Мы не сомневаемся, что он не спорта. Поэтому вы нам его и не привели сегодня. Потому что в следующий раз с золотом только будем приводить. Готовится. Хорошо. Так, что еще? Старейший турнир в России из проводящихся турнир среди мужчин. Приз покорителей космоса. Легендарный институт МИФИ проводит, значит, это соревнование. 43-й, если я не ошибаюсь, по счету турнир. А, это уже, да, знаковые такие цифры. Мне приятно, что на этом турнире я, например, выполнил норматив мастера спорта, за который мне присвоили. Это не единственное было, норматив выполненный. Но вот присвоили мне именно за этот турнир. Вас поздравляю. И вот, спасибо. Этот мой ученик, вот в этом году, мой ученик, который с 6-летнего возраста, еще начиная в Люберецком авиаторе, вот там, на территории воинской части, в этом старом зале. Вот то, о чем мы говорили. Матвей Дочкин, вот этот мальчишка, которому мы завязывали шнурки еще, потому что он не умел их завязывать. Он стал победителем. Он, причем, уверенно разобрался, все встречи досрочно выиграл с явным преимуществом болевым приемом в тяжелой весовой пассивой. Это сколько сейчас амолед? Матвей сейчас 21. Ну, с 6 лет. Вот так вот рождаются герои спорта. Так. Вот. Что еще? С последнего мы провели первенство в Московской области. Среди юношей и девушек 11-12 лет. Это наш младший возраст. Те, кто впервые на официальных стартах, по сути, ну, либо впервые, либо те, кто 11-летние, а не второй раз, может быть, выступают на официальном старте. Самое такое волнующее всех время. Да. И вот мы в Фоке-Люберецком на базе комплексной спортивной школы Олимпийской области. Дали жару там? Да. Дали жару, значит, постелили 4 ковра, провели классное мероприятие, за что спасибо, конечно, и к Шору, и спорткомитету, и всем, кто помогал, потому что в одиночку федерации такие мероприятия, конечно, не вытащить. Но мы все сработали, сработали хорошо. 243 участника. Супер. Почти все муниципалитеты Московской области. Значит, 173 юноши, 70 девочек. Все боролись, сражались, люберцы в сборную команду Московской области отобрали 4 спортсмена, значит, принадлежа, одна девочка. Да, это нормально. Для нас этот возраст не является приоритетом в плане результата, но приятно. Но приятно. Ну приятно. Вы же понимаете, что всегда тренеру приятно. Поэтому здорово, молодцы, ребята. Сейчас мы весна, май, там июнь уже, лето, время такое, когда наверняка, ну, а потом 400-летие городского круга люберцы, оно как бы уже и отмечается, но будут еще какие-то глобальные события. Творческие планы у спортсменов есть? Или у тренера одни планы, а у спортсмена другие? Люберец, 85-летие самбо. У нас все этой осенью большие планы. А, то есть мы вас еще ждем на 85-летие. Обязательно. Но еще до осени у нас еще куча планов. 27 мая Люберецкий дворец спорта «Триумф» принимает первенство, открытое первенство Центрального федерального округа среди юношей 11-12 лет, как раз вот этот возраст. Мы будем готовить большой спортивный праздник для всех любителей самбо. Это очень масштабное мероприятие, на которое к нам приезжают от Калининграда до Владивостока спортсмены. Оно как бы открытое такое? Оно открытое, да. То есть мы специально сделали его открытым. Это такой первый шаг к будущим сражениям уже на уровне России. На серьезном, да. Да, то есть для многих детей это возможность впервые выйти на такую большую арену с пятью коврами. И не испугаться. Это самое главное. Для чего мы это и проводим? Чтобы научить их адаптировать. Золотые медалисты уже, наверное, в общем-то как. Вот, кстати, такой вот действительно вопрос. Поддержка, она существует. Тренер, все понятно, все ясно. Но уже ж нет этого страха перед зрителями, которые здесь находятся, перед спортсменами другими, которые за тобой смотрят. Ты опытный, ты понимаешь. Какова роль зрителя, какова роль поддержки? Она имеет действительно какую-то роль? Или человек все-таки сконцентрирован на том, что он должен сделать? Вы знаете, это очень индивидуальный вопрос. Ага. Ну для вас, например. Вот для меня, например, как для спортсмена, всегда была важна поддержка. Но поддержка тоже бывает разная. Бывают родители, которые приходят с безусловной поддержкой. Бывают родители, которым нужны дети только чемпионы и только победители. Всякое. Разные бывают ситуации. Для меня важно, чтобы наши спортсмены чувствовали действительно поддержку города. В этом плане у них есть все условия. То есть у нас сплоченная дружная команда, большая федерация. И сейчас тренируются 670 спортсменов. То есть, например, на последние соревнования мы даже не приглашали детей наших, ну, другие возрастные группы, потому что зал был переполнен. А, то есть не квартал. Трибуны дворца спорта «Триумф» смогут вместить всех желающих. То есть наши детишки уже придут и поболеют друг за друга. Не факт, что все будут бороться, да. Многие же не прошли отбор. Но там будет за кого поболеть, посмотреть. Потом поддержка тренерского состава, поддержка спорткомитета, руководства города. То есть для спортсмена это все важно. И я должен сказать, что нам в этом плане очень повезло. Не кривя душой скажу вам, что мы чувствуем поддержку на всех уровнях. Не так давно у нас была рабочая встреча с главой городского Голюберца. И Владимир Михайлович очень четко, открыто нам поставил задачи, которые в том числе мы должны решить. И мне было приятно такое внимание. И самое главное, что было приятно, то, что встреча закончилась тем, что он сказал, пожалуйста, передайте всем спортсменам привет, поддержку от нас, пожмите руки. Держим руку на пульсе. Вот, да. То есть это же важно. Для человека важно быть нужным. То есть выполняя какую-то задачу, тяжелый труд, показывая результат, нам важно, что нас знают, что на нас обращают внимание. Да, конечно. Должен быть... Перед нами ставятся амбициозные задачи. И нам приятно эти задачи решать. Да, потому что всегда важно, а на выходе-то что? И вот тут возникает вопрос. На выходе понятно. Медали, первенство, участие, даже автобусы с болельщиками. А теперь в финале поговорим о входе. То есть наверняка сейчас многие родители, у которых подрастают ребята, которые, ну, может быть, пока родители принимают это решение, не знаю. Но, тем не менее, как, всегда задаю вам этот вопрос, как к вам попасть? Проще простого. Любая соцсеть, федерация самбо городского округа любви. Да. Телеграм, ВКонтакте. Заходим. По номеру телефона обращаемся. Вам подбирают ближайшее отделение, соответственно, вашему возрасту. И вот уже вы потихонечку становитесь членом нашей большой дружной команды. То есть даже отделение, то есть можно выбрать поближе к дому? У нас 12 отделений в городе. Ну, это очень удобно. И одна из наших задач, таких амбициозных, чтобы в шаговой доступности на всей территории округа была возможность заниматься самбо. Заниматься не просто в кружке самбо, а заниматься в той секции, которая обеспечит талантливому ребенку возможность движения вверх, возможности неограниченные. То есть, как мы видим с вами, и даже с сегодняшнего рассказа моего у нас, от малышей, с которыми мы проводим соревнования по борьбе в партре, до мужчин, которые сейчас в составе сборной команды России сражаются. У нас уже некоторые сам приводили с собой сегодня только, все, видимо, готовятся. Но мы ждем, у нас 85 лет, напомню. Осенью, наверное, обязательно сделаем какую-то программу, посвященную этому событию. У нас, наверное, будут еще и события какое-то глобальное, наверное. Ну, у нас, как обычно, есть еще и Всероссийский день самбо, который широко празднуется, и в том числе в городском округе Люберцы. И у нас на телеканале он тоже праздновался, частенько мы говорили об этом. Да, да, да. Ну, мы движемся к финалу. Давайте завершим с того, с чего мы начали. Цель не просто рассказать о самбо. О самбо как бы все знают, что оно есть, я уверен в этом. Все слышали. Не все просто понимают, в чем оно заключается. Вот на сегодняшний день, я так понимаю, что появляется возможность внедрить этот вид единоборства в большее число, ну, может быть, школ, каких-то программ дополнительного образования. Верно? Да. Дело в чем, что самбо – это не просто вид спорта, это система. Система спортивной подготовки, система воспитания. Именно система самбо, так называется, она в советское время называлась, так она до сих пор таковой является. Почему система? Потому что она подразумевает четкую этапность. Вот, например, проект самбо в школу, который мы сегодня упомянули, это не спортивный проект. Это проект образовательный. И он позволяет нам внедрить основы нашего вида спорта для широкой аудитории, широкого количества. А кто-то захочет, потом начнет заниматься. Само собой, да. Но даже тот, кто не захочет заниматься, и он вот этот небольшой курс самбо пройдет, что в него включается? Прежде всего, умение правильно и безопасно падать. Я всегда об этом говорю. Многие считают, что самбо – это вот борьба, бороться надо, кого-то бить, ломать. Нет. Самбо – это прежде всего уметь правильно падать. Чтобы потом подняться. Любому человеку это важно, чтобы подняться и направиться не в травмпункт, а продолжить двигаться туда, куда-то двигаться. Второй момент, немаловажный. Самбо учит обороне, а не нападение. То есть сама философия самбо, она близка философии нашей национальной. Мы не учим нападать. Прежде всего, мы учим самозащите. И вот эта возможность научиться каким-то основам, каким-то азам самозащиты, самообладание в сложных ситуациях, она также важна любому, совершенно любому человеку. И естественно, не каждому дано заниматься спортом. Мы это прекрасно понимаем. И не каждому дано заниматься именно самбо. Мы это тоже прекрасно понимаем. Но когда мы говорим об основах, когда мы говорим об образовательном проекте, но не спортивном, мы имеем в виду именно это. Понятно. Конечно, у нас большая сеть отделений, и у нас стоит вопрос и проблема внедрения самбо в ГТО, например, в городском округе Любриц. Еще много таких вопросов, которые можно решить одним путем. Это создание центра самбо. Вот сейчас уже мы анонсировали эту работу, начали по созданию в городском округе Любриц и центра самбо. И мы надеемся, что эта задача в ближайшее время будет решена. Вот хорошая точка в нашей программе. Так что ждем организации центра. Напомню, что у нас в гостях председатель федерации самбо в городском округе Любриц и Виктор Худяков. Худяков, большое вам спасибо. Всем ребятам привет. И те, кто у нас здесь в студии был. И ждем новых героев наших спортивных побед. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова